Меня как специалиста по платежам и финансам очень беспокоит первое это закредитованность населения России, а второе это само отношение к деньгам собственным и заемным. И я хочу поговорить сегодня именно об этом. Мы с вами все смотрим американские фильмы, там, в общем, практически в каждом кино можно услышать, что дом у семьи заемный, техника в нем кредитная, машина кредитная и у жены машина тоже кредитная, у отца семейства и у жены. Собственно, я начала копаться, что же было первоисточником, первопричиной, зачем столько кредитов простой семье, в которой один или даже два работоспособных человека, скорее всего, они даже оба работают. Почему так случилось? Одной из причин явилась, собственно, борьба с кризисом не всякой годы прошлого года, когда с помощью кредитов и стимулирования потребительского спроса стимулировали производственные мощности американской промышленности. И, собственно, я посмотрела, что сейчас происходит в России. Понятно, что первые две строки – это просто детали. страшно признать то, что каждый четвертый кредит в России не будет возвращен никогда. Чуть-чуть отступая от темы, но мы же с вами понимаем, что эти 24% влияют в том числе на ставку кредита, которую 76% все-таки отдадут. Собственно, я очень хочу, чтобы все мы чаще задавали себе вопрос «А зачем?». Я отсмотрела много рекламных роликов, банковских продуктов, кредитных продуктов. Зачем брать кредит? Разогревают аудиторию совершенно разными способами. Я собрала самое-самоиспользуемое. Это то, на что население ведется быстро, с удовольствием. И, к сожалению, слишком просто, не успевая посчитать цену этому кредиту или этому развлечению, по сути. Звелась я вопросом, что происходит. И моя гипотеза в том, что… А это презентация на МАКе была сделана, а потом конвертирована в поводку. Мы не успели заработать то, что хотим потребить уже. Такая вот странная вещь. Чуть-чуть отвлекусь я от основной цели. Мотивацию человека основных две. Мотивация достижения и мотивация избегания. При этом мотивация достижения является как раз второй базовой потребностью по маслу. Мы с песней знакомы. В чем состоит моя гипотеза? Человек в мотивации достижения – любопытная вещь. Он очень хорошо оценивал. Он готов на не очень большой риск, максимум средний уровень риска. У него очень скромно сформированы ожидания. При этом усилий к достижению задуманного он будет выделять максимум. Усилий к защите у него просто, видимо, уже не хватает ни сил, ни ресурсов к защите, поэтому он все бросает на достижение. Что делает человек с мотивацией избегания? Он готов на высокий уровень риска. Так он устроен. У него очень амбициозно сформированы ожидания. При этом усилий к достижению он прикладывает не сильно много, потому что большинство его усилий направлено на защиту. Возвращаясь к кредиту, как это все связано? Человек с мотивацией достижения чаще всего имеет собственный финансовый план и следует ему. Человек с мотивацией избегания берет финансовый план, распечатанный на бумажке в своем банке, который прикладывается к кредитному договору. Это их глобальное отличие. Я ни в коем случае не скажу, что кредит – это плохо, и никогда давайте не брать кредиты. Есть большие покупки, улучшение жилищных условий, покупка земли под дом, которые невозможно, скорее всего, сделать без кредита. Мое предложение состоит, собственно, что ваш собственный финансовый план ни в коем случае не должен быть заменен вот этим листочком из банка. Тут нет предлога «или», к сожалению. Выплаты по кредиту банка должны составлять просто долю в вашем собственном финансовом плане. Это как раз тот самый вопрос «зачем?», на который вы должны отвечать себе самому чуть почаще. Ну и, собственно, кто же эти люди? Каждый четвертый человек, который не вернет кредит, наверное, это кредиты, взятые без понимания. Как? Зачем? Почему? Когда? Да, в отсутствие финансового плана. Взяли кредит отлично. Тот самый финансовый план, за который вы возьмете ответственность лично, не переложите его на банк, позволит вам достигать, пользоваться своей мотивацией достижения и не сваливаться, пользоваться избегания. Это краткий рецепт, вопросы, на которые вам стоит задать прежде чем. Основная моя мысль, что мы недостаточно ответственно относимся к деньгам. Собственно, это деньги задемные, это уже второй вопрос. Надо пройти на себя ответственность за это. Как мы берем, точно так же поддержу предыдущих закладчиков и за собственное образование, за собственное время, за собственное здоровье. Берите в свои руки и будьте успешны. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.